Chevrolet Lachete 2007 года выпуска В кузове седан Привод передний Двигатель атмосферный Объем 1.8 Коробка 5-ступенчатая механика Машину покупал 3 года назад Отталкивался от цены Смотрел предложения на рынке По цене до 7000 долларов Сейчас стоимость этих автомобилей Стала значительно дешевле Но в тот период Было 7000 долларов И нужно было что-то выбрать для наших дорог И с возможностью недорогого обслуживания На машинах с конца 2007 года Уже стоит обновленный двигатель И если вы сталкивались с той информацией Что до 2007 года Идет большой расход То в двигателях модификации ЛДА после конца 2007 года И шли двигателя Уже модернизированы И расход на таких двигателях На объеме 1.8 механика До 10 литров Машину брал с пробегом в 115 тысяч Сейчас на одометре 195 тысяч Машина в средней комплектации Это комплектация SX Лачете выпускают в трех комплектациях То есть это средняя Тут идет передние электростеклоподъемники Кондиционер Пола к красочному покрытию Вот если вы увидели на видео То что на капоте идут ржавые моменты Там где стояла хромпланка Капот Был заменен капот Тот был немножко подмят То есть там потянуло замок И было решение не реставрировать Тот что был А оставить аналог Тот что по цене был с покраской Такой же как Беднекрашенный оригинал И вот на тайваньском капоте Видите точки ржавчины Когда снимали хромпланку Со старого капота Который был с самого начала Эксплуатации на этой машине Никаких ржавых моментов По капоту не было Кузов не гниет Опять же точнее машина 2007 года Вопросов по аркам По порогам Низу дверей Кромки багажника Нигде Нигде ржавчины нет Сейчас 2020 год Машина отъездила 13 лет Никаких очагов коррозии В машине и в помине не было Колеса стоят 15 Профили оригинальные 95 на 60 резина По подвеске и проходимости Спереди идет стандартные Амортизационные стойки С поперечным рычагом Сзади идет поперечный рычаг Стабилизатор поперечной устойчивости Также телескопические стойки Спереди и сзади идут дисковые тормоза Ходовка развивается Не быстрее других иномарок Нет такого, что есть жалобы На то, что что-то быстрее выходит из строя Обычный износ Разбиваются втулки Разбиваются сайлентблоки Длина кузова 4,5 метра Я на небольшом пространстве Между гаражей разворачиваюсь В два раза Считаю, что колеса выворачиваются Отлично Динамика разворота полностью устраивает На разгон машина идет резво Скорость набирает достаточно быстро Я не гонщик, но для себя замерял какую-то информацию То есть если по трассе на нормальной сухой дороге То до 100 за 13 секунд разгонялся Возможно где-то быстрее информация То, что кто-то быстрее разгоняется Еще раз уточняю Не гонщик Я не знаю точно с какой здесь клиренс Предполагаю, что здесь порядка 15-16 сантиметров Стоит металлическая защита Никогда ни об что не трусь Посадка высокая Всем ценителям высокой посадки посвящается Руль регулируется только по высоте Идет гидроусилитель руля По системам здесь есть АБС Стабилизатор поперечной устойчивости Больше ничего сказать не могу То есть простой автомобиль Вот так выглядит приборная панель Подсветка приятного салатового цвета На шкале приборов у нас спидометр Тахометр Температура двигателя Остаток в баке И цифровой одометр В этой комплектации идет кондиционер Расскажу такую подробность То, с чем вы обязательно столкнетесь Если покупаете Лачете Это есть болезнь не только в Лачете Но и в Авио Здесь плохо пропаяна плата Задняя плата кондиционера Регулировки кондиционера Подогрева заднего стекла Я покажу сейчас Что сейчас она не работает То есть она то срабатывает То не срабатывает Постучите, заработает Перегнете что-то Вот заработает Когда контакты сомкнутся Но вопрос в том Что если вы будете искать информацию Это не индикаторы Это не вопрос к проводам То есть как они подключены Вопрос в плате Информации масса Здесь еще не успел сделать Но это точно оно Будем заниматься Вот сейчас вы видите Не срабатывает Ни обогрев заводнения стекла Ни кондиционер Центральная консоль выглядит Достаточно Собрано Никаких элементов Которые бы выдавали Дороговизну нет Все по простому сделано Все сбито Все сбалансировано Кнопка Аварийки Регулировка воздуха Обдувов Панель мне очень нравится То есть она действительно красивая Все гармонично смотрится В сравнении с Iveo Здесь спереди Действительно много места Как бы вы не отодвигали сидение назад Вы не мешаете сидеть пассажирам Находящимися сзади вас Что не нравится в Lachete Так это расположение Кнопок сигналов Они находятся сбоку Под большие пальцы Но когда вы крутите рулем У вас часто бывает Такая сложность Когда нужно быстро среагировать И просигналить Вы не всегда попадаете по кнопкам То есть нет привычного нажатия по центру Чтобы вы сразу просигналили И предупредили об аварийной ситуации Либо еще каких-то моментах Подушки безопасности в комплектации две Одна находится в руле Другая в торпедо Здесь поверху идет пластик Он выполнен под имитацией кожи Вы видите что он абсолютно не изнашивается То есть что только не ложится На этот пластик На эту панель Она не царапается Следы не остаются По левой стороне у меня идет Регулировка подсветки щитка приборов И корректор фар В этой комплектации идет Электрорегулировка зеркал Стеклоподъемники передние Задние стеклоподъемники ручные Коробка механика Пятиступенчатая Кондиционер когда заправлен Когда лето Абсолютно отлично продувает Охлаждает Точно так же работает и печка Есть в машине одна глобальная проблема То что запотевают сильно окна Во время дождя Читал разную информацию То что возможно по теканию идут Печки И за счет этого То есть влага испаряется И конденсат оседает на стеклах Подтвердить это никак не могу Потому что смотрели печку И все равно Все в порядке И все равно Во время дождя Окна запотевают Обзор зеркал отличный Никогда не было сложности С тем чтобы выставить нормально Обзор и увидеть То что там происходит Сзади автомобиля и сбоку Динамики встроены Пищалки В карточку ручек Нижние динамики И сзади также идет два динамика Что и менял И по ценам Сцепление менял в сборе Покупал люковское сцепление В начале 2019 году Оно обошлось мне в 1700 гривен Считаю что это совсем недорого Интересный момент Кнопка открытия багажника Находится вот в топ Втоплена в двери В карточке двери И в один момент Меня это спасло Когда взломали машину Вынесли то что Было на задних сидениях Но не смогли найти Как открывается багажник Багажник открывается вот так Нажатием на эту кнопку Бардачок в передней широкий Достаточно вместительный Идет на сужение То есть вложите в основном Плоские предметы Бардачок центральный У нас идет Обтянут кожи Глубокие И квадратные Меня это устраивает абсолютно А бесшумку Можно было бы доработать Регулировки сидений У нас ручные Их тут несколько То есть есть Вот под спину Под попу Выдвижение сидений Откидывание спинки Складывание рычажком И выдвижение Всего кресла Вперед назад Сзади повторяю То что места Достаточно Вот я спереди Выдвинулся Чтобы поснимать И сзади у меня Колени могут гулять Вот насколько еще Вперед я могу выдвинуться На карточках дверей Как я говорил Ручные стеклоподъемники Хромированные ручки Что спереди Что сзади Также пищалки встроены И кармашки В карточках дверей Подсветка спереди Вот так вот включается В центру Обычный плафон Мне очень нравится Сидения Они очень удобные Материал вот этот Который под бархат Он Ну вот у меня Он вообще не изнашивается Если бы знали Как я эксплуатирую автомобиль То есть беспощадно И сохраняя такой вид Материалы очень качественные Жалоб нет Спинки сидений Раскладываются 60 на 40 делится С задней спинки сидений Сложные сидения Позволяет увеличить В два раза А то и больше Размеры багажника Подголовники Поднимаются по высоте Багажник Очень вместительный Очень широкий Мы возим здесь Защиты двигателя Здоровенные Практически на любые машины Защиты влазит Капот у нас открывается Так вот тянем на себя Кстати вот еще один бардачок Вышленность 122 лошадиные силы По двигателю То что я сказал То что это уже идет Новый двигатель Который ЛДА Экономный Простой в обслуживании Вот огромная будет полезность Для тех кто смотрит это видео У кого лачете Долгое время не могу разобрать Почему проблема на холостых ходах Качают обороты Потом это все пропадает И вроде какое-то время ездишь Без каких-либо проблем И снова это начинается Машина начинает дергаться Ни с того ни с сего Выявили что за проблема И эта проблема Если вот От электрика Когда уже определились С причиной Он сразу сказал Что случится Если это проблема Сразу проверяем Датчик абсолютного давления Он находится вот здесь Вот Сзади подключен Если у вас Такие проблемы есть Они есть не только На лачете Но и на авиа Сразу же Знайте Что нужно проверить Этот датчик В первую очередь Вам могут много чего Чего рассказывать Много чего можете Менять До того Как вы придете К истинной причине Потому что Эту причину Сразу найти нельзя Человек кто загорается Тухнет И когда каждый раз Я приезжал к электрику Человек тух И они говорят Ну блин Проблемы нет Проблемы нет Приезжай Когда будет гореть чек Словили этот момент Выявили этот датчик Если у вас есть Постоянно Вот эти вот колебания Если у вас Скачивают обороты Проверьте датчик И у вас все это уйдет Я уверен Что вам это Очень сильно поможет Еще один момент Не покупайте аналог Мне продали Я просил GM Мне мой электрик Сказал Мой проверенный Электрик Доверенное лицо Сказал Покупай только оригинал Покупай оригинал GM Никакие лицензии Никакие аналоги Что бы тебе не рассказывали Приехал в магазин Договорю Дайте мне GM Привезли мне GM Типа под заказ Я не специалист Я не знаю Какие там маркировки Должны быть Забрал датчик Привез Двигатель Троид Машина нормально Не работает Это на новом то датчике Привез Электрику Говорит Это не оригинал Это аналог В этом вся проблема Купил датчик Оригинал GM Проблема сразу ушла В один миг Повторюсь Расход на этом двигателе Который Имеет модификацию ЛДА По городу До 10 литров Если будете писать На что у вас наличие Другой расход На объеме 1.8 Посмотрите Почитайте информацию С конца 7 года Идут эти двигателя Они крутые У них совершенно Другая модификация У них вынесены Системы сбоку И Этот двигатель Расход по городу До 10 литров По трассе До 8 литров Так работает Заведенный двигатель Работает он сейчас На газу Больше по двигателю Никаких вопросов нет Масло практически Не берет По двигателю Больше ничего не делал То есть стандартно Менял фильтра Масло Просто обычное Техническое обслуживание Расходники Остался ли я доволен 100% остался Вот сейчас Пришел к тому Что машина Уже имеет пробег Хочется чего-то нового Хочется более Высокого класса Автомобиль Да и этот Продавать как-то Не хочется Вот такая вот Штука Если вы ищете Подобную машину Берите смело Отличная ходовка Отличная управляемость Отличный разгон Удобные сидения Большой багажник Вот все Что я проговорил Небольшая стоимость И небольшая стоимость Деталей Если вы ищете Машину по этим Характеристикам Вас этот кузов Абсолютно устроит У меня размеры устроили Не знаю Садился в Авио Многие характеристики Такие же Ну в плане того Что там По системам Но при этом В салоне Мне тесно Вот Панели не очень красивые Но мне не понравилось Слачете Только приятные ощущения По управлению Мне нравится Динамик разгона На двигателе 1.8 Достаточно Сбитая Ходовая Да Приходится Менять расходники То есть Выходят Салентблоки Из строя На пробеге Я ставлю Оригинальные детали В основном То есть Редко когда ставится Что-то не оригинал Так вот Даже на оригинале Эти детали Детали отхаживают По 30 тысяч Наверное не больше Но это не есть проблема Потому что Дороги у нас разбиты То есть Что имеем То имеем И вот динамика Видим что Машина сразу реагирует На руль То есть Как я верчу рулем Абсолютно устойчиво При разгонах На трассе Ее Сильно Не вводит То есть Ее сильно Не расшатывают Вот сейчас Ходовка Она уже Расшатана Слегка Но при этом То есть Особого дискомфорта Это не доставляет То есть Мы слышим Глухой стук То есть С передка Но это все Терпимо 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 Терпимо